Коллеги, друзья, здравствуйте! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня мы для вас приготовили обзор ещё одного предусилителя от компании Behringer, к которому прямо сейчас и приступаем. Итак, ламповый предусилитель Behringer Mike 300. Вот он. Могу догадаться, что те, кто является фанатами этой компании, сразу же увидят в этом приборе полное повторение модели Mike 100 и будут совершенно правы. За исключением внешних изменений и, на наш взгляд, безусловно, в лучшую сторону, ничего более здесь не произошло. Тоже усиление от 26 до 60 децибел, те же минус 20 ослабления, фантомное питание, разворот фазы и, конечно же, самое ценное в этом приборе лимитер. Короче, всё на месте. И, кстати, если кому-то интересно, то то же самое однажды произошло и с 200 моделью. Из неё сделали красавицу, назначили ей цифру 500, но правда добавили ещё и функцию аудиоинтерфейса с прямым мониторингом. Ладно, возвращаемся к номеру 300. Никаких изменений также не произошло по подключениям, по всем характеристикам. Всё абсолютно как в сотой модели. И, разумеется, лампа. Она всё та же. И это вручную отобранная, всем нам известная, 12ax7. Ну и в чём тут дело, спросите вы. Да ни в чём. Ответим мы. Просто сотая модель была благополучно снята с производства. Но всего того, что популярностью она всё-таки пользовалась, и немалой, ребята из Behringer решили её тоже причесать и облагородить. Ну ладно, это всё понятно. Для чего же она нам может понадобиться эта красивая штучка? Ну, во-первых, разогнать чуть ли не любой динамический микрофон, поскольку больше 60 децибел, редко и мало кто будет просить. Давайте попробуем поэкспериментировать с нашим SE Electronics V7, который вечно просит накидывать ему децибелов побольше. А заодно послушаем, как Mike 300 покажет себя в плане шумности. Производитель вроде как обещает нам его совсем немного. Начнём с положения ручек по центру и будем потихонечку накидывать. Раз-два-три-четыре-пять, 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 раз-два-три-четыре-пять. Вот мы уже так очень близко к максимуму подходим и резко у нас всё появляется. Раз-два-три-четыре-пять. Ну то есть, действительно, плюс 60 это правда. Ну и давайте тогда послушаем шум, о котором производитель говорит, что его здесь нет. Поставлю сейчас вот так вот на рабочий уровень, добавлю немножко выходной мощности для полного кайфа. Ну и слушаем. Ну на самом деле его как бы и нет. Он есть, но это не тот шум, с которым надо бороться или которого нужно бояться. Так что всё в порядке. Пашет. Ну а теперь давайте сюда подсоединим конденсаторный микрофон и послушаем работу лимитера. И заодно, как звучит разворот фазы на 180. Интересно же, правда? Итак, микрофон подключили, всё работает. Говорит о том, что фантомное питание здесь действительно есть. Плюс 48 вольт. Дальше. Ручки. Сами видите, на какой отметке. То есть, вот этого достаточно для того, чтобы оптимальная громкость работы с конденсаторным микрофоном была получена. Послушаем фазу. Вот они, 180 градусов. Ну, слышите, что происходит со звуком. Вернём назад. Можно ослабить, но это, конечно, больше к инструменту подойдёт. Но, тем не менее, вот это минус 20 дБ. То есть, тоже работает всё в порядке. Ну и фишка, о которой я говорил, это тот самый лимитер. Всем, кто желает звучать по-радийному, кто хотел бы вещать вот так вот прям с таким, с такой отсечкой по уровню. Это как раз таки оно и есть. Ну, единственное, что надо, да, как-то приспосабливаться. Вот. И уметь настроить и поймать тот самый кайф, чтобы не было слишком страшно пережата. И в то же время, чтобы никаких вот пиков и никаких перегрузов у вас не было. Ну, неплохо. Ну что, товарищи, в итоге все свои задачи при своей стоимости, а это 5000 рублей, этот прибор выполняет. И более того, наличие лимитера является здесь особенным дополнением, поскольку в этом ценовом диапазоне подобные вещи, это случай чуть ли не уникальный. Любой ArtTube или кто-нибудь ещё с функцией лимитера, это уже немножко другие деньги. Отсюда следует, что Behringer снова вне конкуренции. Ну, если, конечно, не обращаться за подобными инструментами на всеми нами любимый Алик. Одним словом, брать можно, работать можно. И на этом будем завершать наш обзор. По традиции, желаем вам удачи и больших творческих успехов. Оставайтесь с нами и до новых встреч! Ну, вот, примерно так. Так, сейчас надо подумать. Понятно, что громкость выключена. А, подожди, это надо уже снимать? Я уже на тебя настрялся. Не-не-не, мы чистый сигнал. Всё пишем. Это чистый.